доброе утро я очень сильно благодарна что в этот ранний субботний день вы составили мне компанию здесь вот и все-таки пришли я правда понимаю что в некоторой степени это героизм так скажите мне пожалуйста кто вот вот честно дома пытался что-нибудь своей цикл азота самостоятельно без заглядывания в источники ладно ничего страшного давайте тогда разбираться и так цикл азота естественно как и любой другой цикл любого элемента начинается с органики скажите мне пожалуйста за счет чего вообще можно поглощать неорганический азот и вставляете в его в органику но такими достаточно простыми путями которыми обладают многие организмы не только прокреатические так проще так ребят существует ассимиляция простая ассимиляция нитрата и аммония который способны понятны микроорганизмы грибы и растения ассимиляция аммония это так и есть ассимиляция аммония ассимиляция нитрата может называться ассимиляционный нитрат редукцией ассимиляционный нитрат редукцией два этих процесса я изобразила пунктирными стрелочками именно потому что это процессы которым способны нет не только микроорганизмы так теперь давайте идти по часовой стрелке как может органика как может органический азот перейти в аммоний вы записались можно можно просто да можно просто есть мясо белок и данный процесс будет называться аммонификации такое более просторечное название аммонификации это гниение бактериями аммонификаторами или гнилостными бактериями являются в основном бациллы и кластридии да самые известные аммонификаторы это кластридии они вообще как мы на прошлой лекции уже говорили способны есть многое в том числе и другие азот содержащие соединения такие как нуклеиновые кислоты так мы помним какому филлуму относятся басциллы и кластридии до фирмикуты один из двух грамм положительных филлумов а второй актина бактерии совершенно верно и каким образом большинство бациллы кластридии пережидают неблагоприятные условия до образует эндоспоры ребят еще есть второй листочек в зале или почему в этом листочке так мало людей 2 2 2 поднимите руки у кого второй листочек сейчас ладно хорошо так идем дальше что можно сделать с аммонием какая степень окисления здесь у азота минус 3 совершенно верно и что можно сделать с соединением в котором есть атом с степенью окисления минус 3 совершенно верно окислить окисляет аммонием кто у некоторых у некоторых у вас вас кто пытается как-то листать свои конспекты в глазах небольшая паника до нитрификаторы первой стадии которые окисляют аммонием до нитрита и нитрификаторы второй стадии которые окисляют нитрит до нитрата и тех и других мы обсуждали на прошлом занятии вы помните да что нитрификаторы первой стадии это единственные облигатные хемосинтетики и в своем названии они содержат корень нитроза то есть эти нитроза бактер значит это облигатный хемосинтетик нитрификатор первой стадии хорошо также я надеюсь вы помните что существуют бактерии комомокс которые способны окислять аммонием до нитрата и первым таким открытым организмом было нетраспира и напината и вот у нас цикл в общем-то полностью замкнулся но естественно это не полный неполный его вид что еще можно делать кроме окисления ребят совершенно верно что здесь в первую очередь хочется установить скорее внутри минус да как крайнюю степень окисленности а кто восстанавливает нитрат и до чего нитрат редукторы до нитрита совершенно верно а потом д нитрификаторы могут восстанавливать сразу до азота молекулярного азота и это что за процессы у нас нитрат редукции да и до нитрификация вот а мы с вами что восстанавливаем да мы с вами восстанавливаем кислород то есть это что за процесс да ну в принципе дыхание она будет либо нитратным либо нитритным это дыхание далее естественно вы помните что молекулярный азот можно фиксировать и это процесс диазотрофии вот вам еще раз уравнение данной реакции помните что это очень энергозатратный процесс который требует 16 молекул т.ф. азотофиксаторы бывают как свободно живущими так и симбиотическими среди свободных свободно живущих диазотрофов можно выделить анаэробных это например кластридии существует кластридии которые фиксируют азот и существует даже кластридии которые способны фотосинтезировать об этом тоже будет позже и кластридии мне надо защищать свою нитрогеназу от действия кислорода так как кислорода в среде в которой они живут нет примером свободно живущих аэробных азот фиксаторов являются бактерии азота бактер азота бактер интересен тем что у них у этой бактерии достаточно крупные слизистые чехлы они способны фиксировать азот и при этом защищают свою нитрогеназу очень высоким уровнем дыхания у них дыхание очень очень эффективной и кислород почти в их цитоплазме свободно не присутствует ну естественно у них есть дополнительные белковая система защиты нитрогеназы от действия кислорода также эта бактерия может быть интересна своей формой пережидание неблагоприятных условий вы наверное все помните о существовании цист но они у вас скорее ассоциируются с амебами ну или другими простейшими вот азота бактер тоже образовывает цисты скажите в чем ключевая разница между спорой и цистой ну циста тоже покоящиеся ну да то есть спора образуется внутри материнской клетки а циста это собственно вегетативная клетка которая покрылась оболочкой также свободно живущие аэробные азот фиксаторы это цианобактерии свободно живущие но также их можно отнести к симбиотическим да все мы помним что некоторые цианобактерии вступают симбиозы с грибами образуя лишайники а некоторые могут даже с растениями здесь основной пример приходящий в голову это цианобактерии который входит симбиоз с папоротником азола скорее всего на самом деле нет мне кажется там несколько видов сейчас секундочку просто чтобы не соврать в том числе анабена носток талипотрикс не разные разные папоротники могут входить с разными видами а также к симбиотическим азот фиксатором будут относиться всем вам известные резобии или клубеньковые бактерии и у них кстати тоже очень интересный способ защиты так это что сейчас упала а это упала ручка ладно также у них также очень интересный способ защиты спасибо нейтрогеназы от кислорода кто-нибудь помнит да в красный цвет совершенно верно что у нас вообще окрашена в красный цвет какой белок что сразу приходит в голову в гемоглобин совершенно верно клубеньковые бактерии защищают свою нитрогеназу от кислорода лег гемоглобином лег гемоглобином это очень интересный белок и интересен тем что до резобия у них у этого белка очень высокое средство кислороду и белковую часть синтезируют растения аген бактерии ну бактероиды которые живут в клубеньках и этот белок действительно красный и на срезах клубеньки имеют красноватый цвет или пятнистые имеют красные пятнышки которые как раз таки обусловлены данным белком лего гемоглобином нитрогеназу в целом комплекс собственно нитрогеназа у чувствительной кислороду железом и либденовый белок да сейчас и собственно нитрогеназа и не нитраты редуктаза а редуктазы нитрогеназы то есть белка который восстанавливает нитрогеназу вот и собственно нитрогеназа да еще раз все вопросы которые есть еще остались какие-то да то есть смотрите когда мы говорим когда люди говорят что азот фиксируется за счет нитрогеназы на самом деле имеется ввиду нитрогеназный комплекс который состоит из двух белков редуктазы нитрогеназы и собственно нитрогеназы редуктаза нитрогеназа как мы с вами говорили окисляет феридоксин и передает электроны на собственный нитрогеназу а собственно нитрогеназа уже передает электроны на молекулу азота кстати ну блин здесь уравнение я надеюсь что вы Вы помните, что для восстановления одной молекулы азота нужно 8 электронов. Еще к симбиотическим бактериям, азотофиксирующим, будет относиться франкия. Давайте я даже запишу, как оно пишется. На самом деле пишется, как и слышится. Да, она симбионт. Причем это симбионт, который относится к когтино-бактериям. Когтино-бактериям. Это азотофиксатор. Да. Да. Когтино-бактериям. И вступает в симбиоз франкия с деревьями типа ольхи. И, ребят, вообще я проговорила про свободно живущих, анаэробность и аэробность. С симбиотическими формами часто это сложно как-то четко зафиксировать, потому что, ну, например, те же резобии, но они скорее микроэрофилы. То есть кислород им нужен, да, но не в таких больших количествах. Про азотфиксаторов, наверное, все. Так, и скажите мне, пожалуйста, какого единственного процесса не хватает сейчас на этой схеме? В плане, где нитрификация? Нитрификация, вот. А есть где нитрификация еще? То есть это обратный процесс. Да, НО3 минус и НО2 минус, да. Ребят, вы совершенно правы. Ну, вы понимаете, да, что здесь НО2 минус и НО3 минус. Да, что здесь у меня просто надстрочный шрифт распределился и туда это. Спасибо большое, я исправлю это. Доброе утро. Так, да, аномокс, именно. Помним, да, что аномокс это процесс окисления аммония ионами нитрита с образованием азота. И к этому способны аномокс бактерии, относящиеся к филму планктомицетов. Собственно, вот так вот выглядит цикл азота. Как вы видите, большую часть цикла занимают бактерии. Сейчас у меня вот вопрос, что буду диазотрофить. Как бы, в любом же, нам, чтобы НО2, как бы, пересимку, соединиться с каким-то органическим соединением, вот это нужно восстановить. Да, ну, в диазотрофии сначала азот восстанавливается до аммония и потом встраивается в органику. Ну, здесь я просто не стала это вот показывать какой-то кривой стрелочкой, потому что в любом случае этот азот потом встроится в органику. Ну, собственно, и само уравнение, которое я показывала, оно об этом и говорит. Нам все-таки надо достаточно много электронов именно для восстановления. Так, ребят, теперь давайте еще раз проговорим, какой из процессов чем является. Процессы, которые показаны стрелочками, да, то есть ассимиляции нитрата и ассимиляции аммония, это просто ассимиляция, да, то есть это процессы, которые не отдают энергию, они просто входят в пластический обмен, позволяют увеличить количество азота в клетке. Аммонификация — это окисление органики с выходом энергии, да, то есть это гетеротрофия. Аммонификация относится к гетеротрофии. Нитрификация первой и второй стадии, комомокс и аномокс — это хемосинтез. Нитрификация обеих стадий, комомокс и аномокс — это хемосинтез. Денитрификация и нитратредукция — дыхание. Денитрификация и нитратредукция — дыхание. Ну и диазотрофия — отдельный процесс, очень энергетически затратный, но который вообще позволяет нам нормально существовать. Денитрификация. Можете, не знаю, себе там, либо просто записать, будьте здоровы, либо разными цветами пометить, да. Аммонификация относится к гетеротрофии, а потом я перечисляла хемосинтеза. Так, все все успели пометить? Можете еще раз повторить, комомокс, аномокс и аномокс? Так, давайте заново. Аммонификация, гетеротрофия, нитрификация обеих стадий, комомокс и аномокс — это хемосинтез. Денитрификация и нитратредукция дыхания. И диазотрофия — это диазотрофия. Так, давайте идти дальше. Мы с вами в прошлом... Кстати, я вас обманула в прошлый раз. Я вам сказала, что гомоацетогены могут быть только бактериями. Не, были найдены гомоацетогенные археи. Так что все, информация устарела. Ацетогенные археи были найдены. Было бы забавно, если бы вы нашли гомоацетогенов среди грибов, но это мало. Ну, да. Ну, скорее всего, потом показали, что там где-то бактерии, там где-то есть. Не, ну, путь Вудель-Юндела достаточно особенный. Путь фиксации СО2, который использует гомоацетогены. Да, поэтому найти его в домении аэукриот, ну, было бы забавно. А вот интересно, а как у вот этого вещества выяснили его формулу? Ой, это вопрос к химикам на самом деле. Думаю, сжигали, определяли, какой количественный состав. Если брать спектральный анализ, то со спектральным анализом проблема в том, что можно определить только тот спектр, чего уже известен. Вот, например, можем немножечко отойти просто от нашей темы. Я просто обожаю астрохимию. Существуют астрохимики, которые изучают химию за пределами нашей Земли. И на самом деле это божественно, потому что химия Земли — это же на самом деле очень частая химия. Химия нашей Вселенной — это как раз-таки химия открытого космоса. И там же есть особенности, заключающиеся в очень большой разреженности. И в космосе существуют частицы и молекулы, очень реакционно способные существования, которых на Земле невозможно. Там различные радикалы, ионы, которые бы на Земле сразу бы просто реагировали, и их существование бы даже не фиксировалось. И как это все определяют? Снимают спектры. Спектры, которые приходят из космоса. Но это же просто спектры. И как бы, ну и что? Ну вот спектр. И возможность определить, что именно это за вещество, к какому веществу относится этот спектр, позволяет именно строение различных физико-химических аппаратов, которые там вакуум делают, еще что-то. И создают при помощи таких приборов как раз-таки странные вещества, снимают быстрый спектр, пока они не разрушились, и уже сравнивают с тем, что пришло из космоса. Извините. Небольшой фанат астрохимии. Так, насчет... Покажется, был какой-то вопрос с той стороны про ацетогенов, по-моему. Он еще остался, нет? Ну, нет, так нет. Собственно, метаногены, как мы с вами говорили, только археи. И они бывают трех групп. Водородные. И это, по сути, хемосинтетики. И, кстати, в прошлый раз был вопрос про СО2 дыхание. Честно, я прям не встречала, чтобы писали, что у водородных метаногенов или гомоацетогенов дыхание за счет СО2. Но я думаю, это так можно назвать, в том числе, потому что в результате вот этого путя Вуда и Льюнгделла, за счет которого фиксируют СО2 эти организмы, можно создать электрохимический градиент, за счет которого будет работать эта эфаза. Поэтому вполне себе, ну, то есть очень не классическое дыхание, но все-таки можно так это назвать. Вот, водородные метаногены, потом ацетокластические метаногены, которые синтезируют метан из ацетата, и метилотрофные, которые поедают С1-соединение. И вот это истинные метаногены, у которых продукция метана является завершающей стадией их метаболизма, энергетического метаболизма. Но при этом существует и другой биогенный способ синтеза метана. Как раз-таки здесь не зря метилфосфоновая кислота изображена. Некоторые бактерии, в том числе цианобактерии, способны синтезировать такую кислоту, то есть производную фосфорной кислоты с метильными радикалами. Зачем именно они это делают? Ну, скорее, просто для запасания. И вот, и понятное дело, что какое-то ее количество попадает в окружающую среду. Ну, потому что клетки разрушаются, плюс просто какое-то количество ее выводится. И другие обычные гетеротрофные бактерии способны эту кислоту окислять с выделением метана. И вот это процесс бактериальный. И даже вроде как, вроде как, подсчитывают, что именно этот процесс вносит основной вклад в образование метана во многих морях. Но это не является истинным метаногенезом. То есть, когда люди говорят, что про метаногенез, имеется в виду именно архейный метаногенез. Но это не единственный способ синтеза метана биогенным способом. Молодцы. Так, ребят, второй листочек. Отлично. Кто? Представьте, пожалуйста. И на этом мы с вами закончили схема трофии. Давайте теперь говорить про фототрофию. Прекрасная табличка, которая немножечко съехала. Я даже себе немножечко шпаргалок вынесу. Да. Так, ребят, мы помним, что фототрофии не равно фотосинтез. Да? Поэтому здесь есть в этой таблице не только фотосинтетики, но и фототрофы. Кто это? Мы с вами в прошлый раз говорили. Да, гала археи, последний столбец. Это основные группы фототрофов, ну и в частности фотосинтетиков. По моим данным, да. Вроде ни у кого, ни у кого такой метаболизм больше найден не был. Во всяком случае, пока. Может быть какие-нибудь археи, которые живут в кислотных условиях, и в портонах учащаются? Кислые условия, знаешь, кислые условия просто очень часто бывают там, где света нет. Вот я о чем думаю. То есть кислые условия, это там различные шахтные воды и так далее. Бывают, конечно, кислые озера, всякие источники, но их не так много. Есть же еще, короче, натриевые помпы, которые натрия прокачивают. Натрии, да. Ну то есть натриевые помпы, это нормально? Если честно, я ни разу не встречала информацию, чтобы был такой же метаболизм, как у галлоархей, но при этом с натрием. Но почему нет, особенно учитывая, что галлоархеи галофилы. Так что это вполне себе предположение, которое не выглядит неадекватным, скажем так. Так, ребят, если у вас есть вопросы про такие особенные группы, вы можете сделать одну из двух вещей. Если я не могу вам сразу ответить, что что-то существует или не существует. Точнее, вообще микробиологи и биологи не оперируют такими терминами. Либо известно, либо еще неизвестно. Пока не открыто. У вас есть два варианта. Либо написать мне свои вопросы потом, да, ВКонтакте, на почту. И я тогда сама залезу в какие-нибудь статьи, обзоры и почитаю об этом. Либо вы можете встать на путь истинного биолога и начать читать статьи сами. Я надеюсь... Вы знаете, где вообще искать статьи по интересующим вам темам? Нет, ребят, подмет на самом деле это отличный источник. У него уже отличный дизайн, это невозможно читать, если он перестит подойдет. Да, вот, и сейчас мы об этом тоже поговорим. Ребят, смотри, нет, ребят, почему я советую именно подмет? Элементы это, конечно, отличные, но это скорее научпоп. Просто сейчас мне задали вопросы, которые очень узкоспециализированы. Для того, чтобы найти на них ответы, надо читать узкоспециализированные статьи. Такие статьи лучше всего искать на подмеде. Но в подмеде, понятное дело, там большинство статей не доступны для чтения полного. Там доступны абстракты. Да, ребят, для этого, для этого, блин, надеюсь, вот, пожалуйста, кто будет монтировать это видео, вырежьте. Для этого существует Google Scholar. Ну, Google Scholar это законный источник. Вот, и ладно, я даже не буду писать мелом. Я надеюсь, вы все знаете о существовании Сайхаба. Вот. На Сайхабе будет большинство интересующих вас статей. Так, давайте возвращаться к фототрофам. Итак, фототрофы, давайте, фототрофы, понятно, которые не фотосинтетики, галлоархеи. Фотосинтетики, как мы помним, бывают аноксигенными и оксигенными. Аноксигенными фотосинтетиками являются цианобактерии. Аноксигенные это пурпурные, зеленые и гелиобактерии. Внизу у меня подписаны филумы, к которым они относятся. И как вы видите, гелиобактерии относятся к фермикутам. Это на самом деле фотосинтезирующие кластридии. Гелиобактерии это фотосинтезирующие кластридии. И сразу отмечу, что пурпурные и зеленые бактерии, это скорее физиологические группы. В том плане, что это парафилактические группы, которые были изначально выделены по метаболизму. По сходству метаболизма. Как вы видите, пурпурные бактерии относятся к одному филуму протеобактерии. Но при этом несерные пурпурные бактерии относятся к альфа и бета протеобактериям. Мы же с вами на прошлой лекции говорили, что протеобактерии это филум, который состоит из нескольких классов. Альфа, бета, гамма, дельта, эпсилон протеобактерии. И вот несерные пурпурные бактерии это альфа и бета, а серные это гамма протеобактерии. Гамма протеобактерии. Ну а зеленые бактерии, серные и несерные, вообще относятся к разным филумам, как вы видите. Хлоробия и хлорофлексия. Чем отличаются серные и несерные? Базовое название пошло от того, откладывают бактерии серу в своей цитоплазме или не откладывают. Те, кто не откладывают, скорее всего, просто окисляют ее до сульфата. Несерные и пурпурные бактерии относятся к альфа и бета-протеобактериям, серные как гамма-протеобактериям. Это классы филума-протеобактерий. Серные гамма. Серные гамма, да. К гамма-протеобактериям, кстати, относятся и шерихиоколли, но это все бактерии, которых называют бактерии группы кишечной палочки. Их всех очень любят мучить для всевозможных экспериментов. Но, наверное, это какая-то эволюционная карма, потому что в гамма-протеобактериях очень много патогенных форм. Возможно, это просто память. Так. И вот по поводу этих зеленых бактерий. То есть, смотрите, получается, что вот те, которые серные, они сульфат-редукторы, если они серу. В смысле, не серные, они серные. Вот. Они же откладывают серу, так? Так. А где они ее берут? Аноксигенный фотосинтез, сероводород окисляют. Источником электронов в аноксигенном фотосинтезе. Все понятно. Да, именно. Так. Давайте говорить про пигменты. У цианобактерий, так как они дали начало хлоропластам, все просто. У них хлорофилл А и точно хлорофилл А. А дальше все зависит от того, будете вы выделять про хлорофит или нет. В общем, изначально была большая-большая группа цианобактерий. И считалось, что есть только хлорофилл А. А потом нашли цианобактерии с хлорофиллом В. Ну и с некоторыми другими мелкими отличиями. И вот кто-то этих бактерий оставляет в цианобактериях. И тогда можно говорить, что у цианобактерий есть и хлорофилл А, и хлорофилл В. А некоторые ученые выделяют про хлорофит как отдельную группу. И тогда у цианобактерий нету хлорофилла В, а он есть только у про хлорофит. То есть все зависит от того, какой систематике вы придерживаетесь. И это классический хлорофилл, такой же, как и у высших растений. У остальных бактерий хлорофила нет. У остальных бактерий бактериохлорофилл. В чем разница? В радикалах то же самое порфириновое кольцо с тем же магнием. Но радикалы другие немножечко. Да, вопрос нет. Из-за этих различий выделяют отдельно бактерию хлорофилла. У пурпурных бактерий основные бактерии хлорофиллы это А и В. Бактерия хлорофилл В интересен тем, что он самый длинноволновый. Это самый длинноволновый бактериохлорофилл, который поглощает волны длиной до 1100 нанометров. Бактерия хлорофилл В поглощает волны длиной до 1100 нанометров. У зеленых бактерий большое разнообразие. У них бывает А, С, Д и Е бактерия хлорофиллы. И вот одним из интереснейших является бактерия хлорофилл Ж, который находит у гелиобактерий. И он самый коротковолновый. Он поглощает где-то в диапазоне 670-790 нанометров. 670-790 нанометров бактерия хлорофилл Ж у гелиобактерий. У меня еще вопрос по поводу не серы. То есть они тоже окисляют сероводород? Да, все окисляют. Просто одни запасают другие. Да, скорее всего, потому что, ну, чаще всего, потому что окисляют до сульфата, а не до серы. А, хорошо, понятно. У галоархей, мы помним, что это фотооргана гетеротрофы, а не фотосинтетики. У них, в принципе, нет пигментов, подобных хлорофиллу. У них их светочувствительным белком является бактерия родопсин. Он похож на наш родопсин, благодаря которому мы видим по механизму своего действия. Насчет фотосистем. У галоархей, понятно, ее нет. У цианобактерий есть как фотосистема 1, так и фотосистема 2, что логично. А вот у аноксигенов всего лишь по одной фотосистеме. При этом выделяют фотосистемы типа 1 и фотосистемы типа 2. Я надеюсь, вы помните разницу между фотосистемами. Например, фотосистема 1, в ней много железо-серных белков, и она передает электроны на феридоксин. То же самое делают фотосистемы типа 1 у зеленых бактерий и гелиобактерий. Фотосистемы типа 2 у пурпурных бактерий схожат с фотосистемой 1 высших растений. Для меня, на самом деле, самым, помимо пути электрона, является таким именно качественным маркером для фотосистемы 2, это наличие феофитина. У пурпурных бактерий, естественно, бактерия феофитина. Кто-нибудь помнит, что такое феофитин? Да, хлорофилл без магния. Если быть совсем уж точным, без магния, оно с протоном. Ну и бактерия феофитин, это бактерия хлорофилл без магния. Локализация пигментов немножечко различна. Понятное дело, что в большинстве случаев, как и все остальное бактерий, просто в ЦПМ, так как бактериям больше особо некуда. Кстати, сейчас я посмотрю, есть ли у меня... Да, у меня нет следующего слайда. У цианобактерий есть телокоиды, да, то есть такие очень хорошо развитые впячивания ЦПМ. Их пигменты находятся в этих телокоидах. Также я надеюсь, вы помните, что у цианобактерий есть фикобелины. Да, это пигменты такого красно-фиолетового спектра, фикоэритрин, фикоцианин. И они собраны в фикобелесомы. Это сферические комплексы. Сферические комплексы, которые лежат на мембране. Ну, просто не в ней, а на ней. Они же соединения с какой-то фотосистемой, да? С второй или с какой-то? С антенным комплексом, да, должны быть второй. А в чем-то мем? То есть, как бы, самые дальние волновые пигменты, они располагаются где? На пистерии по глицам или ближе к центру? Честно, структурно так не могу ответить на этот вопрос. Там же была какая-то фигня, что, например, более коротковолновые, они то ли в ядре фикобелесом, либо на окраине. Верю, честно верю, но сама сейчас не отвечу на этот вопрос. Так. И самое интересное, это хлоросомы зеленых бактерий, ребят. Хлоросомы зеленых бактерий представляют из себя мембранное образование, но достаточно странное. Вот ЦПМ, наружная сторона, внутренняя. И на ЦПМ может располагаться структура, состоящая из монослоя фосфолипидного. Фотосинтетическая мембрана, это обычная мембрана с СТЦ, фотосинтеза просто. То есть то, что у цианобактерий. Ну или даже у пурпурных и зеленых бактерий, но когда сами комплексы находятся просто в мембране. А это специальный отдельный органоид, который вроде бы мембранный, но на самом деле очень странный, состоящий из истинного монослоя. Мы помним, что это второй раз, когда мы видим истинный монослой. Первый был когда? Точнее, где? У архебактерий. Не, истинный монослой. У архей там шивка. У микобактериум действительно в клеточной стенке. И в такой вот хлоросоме просто располагаются тежи пигментов. И сочленена она, кстати, с ЦПМ базальной пластиной белковой. И эта белковая пластина в том числе способствует передаче электронов уже на комплексы. Она у зеленых. Да, у зеленых. Так, по источнику углерода. Галлоархеи, понятное дело, гетеротрофы. Цианобактерии в практически 100% случаев автотрофы. А вот все остальные с лобильным метаболизмом. Но наиболее лобильный метаболизм, как я уже, мне кажется, упоминала в прошлый раз, именно у пурпурных бактерий. То есть зеленые гелиобактерии, они будут скорее тяготеть к автотрофии, чем к гетеротрофии. А вот пурпурным бактериям все равно. Просто какие условия будут, будут, так они и будут делать. Каким именно способом можно фиксировать СО2? У галлоархеи они вообще не фиксируют. Цианобактерии за счет цикла кальвина. Я здесь привела еще такое сокращение РБФЦ. Ребулоза-бисфосфатный цикл. Просто чтобы вы не забывали, что так можно его называть. Также ребулоза-бисфосфатный цикл встречается у пурпурных бактерий. У гелиобактерий пока цикл фиксации СО2 неизвестен. А вот у зеленых бактерий все интересно. Несерные бактерии, зеленые. Так, мне кажется, я слишком быстро стала говорить, да? Как-то просто говорю и говорю. Если меня заносит, вы меня останавливайте. Так, у галлоархеи цикла фиксации СО2 нет, так как они гетеротрофы. У цианобактерий все по классике. Цикл кальвина. Так же, как и у пурпурных бактерий. Пурпурные бактерии и цианобактерии цикл кальвина. У гелиобактерий, во всяком случае, еще до недавнего времени не был известен цикл фиксации СО2. А вот с зелеными бактериями все интересно. Несерные либо используют цикл кальвина, либо тригидроксипропионатный. Путь, который вам также не надо знать. Просто знаете, что он существует. И что у несерных бактерий бывает по-разному. А вот у серных цикл арнона. Я вам на прошлой лекции говорила, что вам надо знать две модификации цикла окислительного трикарбоновых кислот. Или цикла Крэпса. Первое, это подковообразный цикл Крэпса у хемосинтетиков. Второе, это цикл арнона. Цикл арнона, это восстановительный цикл трикарбоновых кислот. Можно у вас мелких копировать? Один кусочек можно. Держите. Благодарю вас. Так, цикл арнона, это восстановительный цикл трикарбоновых кислот. То есть мы не окисляем органику, мы ее создаем, фиксируя СО2. Так, про энергию поговорили, про источники углерода поговорили. Осталось поговорить про источники электронов. У галаархейта, как они, фотоорганы, гетеротрофы, это органика. У цианобактерий в большинстве случаев это вода. Но на самом деле в стрессовых ситуациях они могут окислять и органику, в том числе ацетат. Например, когда воды нет, засуха, им плохо, жить надо. Кто окисляет воду? Цианобактерии. А, ну да. Я слышу, что они цианобактерии. Да, цианобактерии. Зеленые бактерии достаточно консервативные. Они предпочитают окислять только сероводород и водород. Пурпурные же бактерии, гелиобактерии, способны окислять как сероводород, так водород, так и органику. Да, то есть можно окислять органику, и электроны из органики пускать в ЭТЦ фотосинтеза. И фотосинтезировать за счет окисления органики. Так, есть какие-нибудь вопросы по фотосинтетикам и фототрофам? Ой, раз у меня нет следующего слайда, то я вам рисую галархий. Хорошо. Так, если нет вопросов, то давайте нарисуем за счет чего? Существует галархея. Как это происходит с фотоорганогетеротрофией? ЦПМ. АТФАЗА. И, собственно, бактериородопсин. Я просто нарисую его как канал. На самом деле бактериородопсин — это протонная помпа, которая переносит протоны по действиям света. Поглощая кванты света, бактериородопсин, как протонная помпа, переносит протоны, тем самым создавая электрохимический градиент, тем самым создавая электрохимический градиент, за счет которого работает АТФАЗА. Очень красиво, правда? Можно глупо? Да. То есть не надо никаких электрон-транспортных цепей, не надо никаких дополнительных источников электронов. Просто красивое перекачивание протонов с одной стороны в другую и обратно. Это угол архей, который является фотоорганогетеротрофами. Что? Воробьёва хороший учебник, но... Не, бактериородопсин я не вру, качает именно протоны. Это протонная помпа. Честно, ты же имеешь в виду Воробьёву, который написал учебник археи, да? Опять-таки, пожалуйста, вырежьте это. Просто Воробьёва профессор с моей кафедры, вот. Она читает курсы нам археи. Ну, ребят, ну... Бывает такое, что человек очень хороший учёный и сделал за своё время очень хороший фундаментальный труд. Но в какой-то момент просто написал учебник и всё. И такой, и теперь читает курс по своему учебнику. А в том числе в учебнике очень много ошибок, которые либо просто оказались устаревшими данными, либо просто ошибками. Так что, ну... Давайте так. Всегда... На самом деле, что отличает большинство учёных от большинства других людей? Критичность мышления. Всегда только критичность мышления. На самом деле, не знаю, как вы. Люди, которые читают лекции, они всегда... Ну, в большинстве своём читают о том, что они знают. Но при этом, когда вы уже выходите на уровень университета, эти люди, скорее всего, в своей области уже как-то узко специализировались. И в некоторых моментах они могут... Не то чтобы неправы, но могут как-то немножко заблуждаться. Я думаю, вы, возможно, если покопаетесь в своей голове, уже встречали таких людей. Или вот я, например, в прошлой лекции вам сказала, что гомоацетогены только бактерии. А ты такая, ой, нет. Типа ошибочка вышла. Вот такое случается. Вот. И такое случается, на самом деле, с большинством лекторов. Вот существуют лекторы, которые просто идеальны. Не знаю, Асеев. Мне кажется, вот Асеев, он идеальный. Вы знаете уже Асеева? А почему он идеальный? Ну, боже, ну ты видел его лекции? Не знаю, я просто... Это, честно, это немножечко... Иногда бывает занудно, но это так красиво, так структурировано. Плюс вот есть люди, которые как-то создали курс, и вот его читают. А есть те, которые перед каждой лекцией новый материал, новые статьи вычитывают. Вы, наверное, уже также встречались с Беляковой. Вот Белякова... Это, на самом деле, это некоторый капец, потому что на первом курсе, как она читает лекции, это невозможно... Там невозможно записывать, там ничего невозможно. Но при этом это настолько круто, то есть она... Причем она такая, так, ребят, вот там какие-то там водоросли. Вчера прочитала обзор, он неделю назад вышел с новыми данными. И у нас, ну и понятное дело, на первом курсе биофака есть люди, которые пришли, у которых был уже какой-то бэкграунд из Олимпиад, а были те, которые, ну, просто сдали ЕГЭ. И вот те, кто просто сдали ЕГЭ, они тоже умнички, молодцы. Некоторые из них просто всех нас рвали, даже олимпиадников во время учебы. Но им было вообще сложно все это воспринимать. Они такие, что происходит? Асеев, это преподаватель, ну, я не помню, профессор он уже или не профессор, наверное, уже, да, на кафедре молекулярной биологии, на биофаке, да. И он на заключитель... Он все время делает кабинеты по биохимии на региональном этапе, ну, в Москве и на заключительном. Вот, поэтому... А еще он устраивает универсал... О, господи, меня что-то несет. Все, сильно меня несет. Просто, короче, учите, пожалуйста, все. Гликолиз, всякие циклы учите. Ведь Асеев будет. Асеев придет по вашу душу. Вот, это же точно произойдет.